Мобильный телефон, компьютер, планшет. Современные гаджеты упрощают жизнь людей, помогают планировать свое время и встречи, считать доходы и расходы, общаться с друзьями на другом конце страны и решать деловые вопросы, круглосуточно оставаясь на связи. Им мы доверяем все свои секреты, забывая, что тайна переписки может быть нарушена. Если я как девушка, как женщина заглядываю в телефон своего мужчину, мужчины, для чего я это делаю? Что я хочу там увидеть? Если это делается из ревности, хорошо бы как-то про эту ревность открыто разговаривать. Про это недоверие, я бы сказала. Однако набраться смелости и поднять трудную тему в разговоре с любимым оказывается сложнее, чем просто прочитать его переписку. Руки уже тянутся к заветному устройству, нарушая часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нередко это заканчивается семейными скандалами, драками и разводом. А за обнародование личных данных можно получить реальный тюремный срок. Несколько лет назад две резанки подсмотрели логин и пароль от аккаунта в социальной сети своей подруги, после чего без разрешения прочитали всю ее переписку. Они опубликовали интимные сообщения однокурсницы, за что им грозило два года лишения свободы. Однако даже чтение чужих писем является нарушением границ другого человека. Те же самые социальные сети в реальности. То, что мы обсуждаем с одной коллегой или с одним коллегой, мы не обсуждаем с другим, например. Точно так же то, что мы обсуждаем с мамой, не говорим мужу. Или то, что обсуждаем с мужем, хорошо бы не рассказывать собственному отцу, например. Защититься от любопытных глаз поможет пароль. Для этого нужно установить специальное приложение. Оно предлагает придумать цифровую, буквенную или графическую защиту. Можно даже поставить в качестве пароля собственный отпечаток пальца. Сложная комбинация станет залогом безопасности. Не писать там 1, 2, 3, 4, 5, там и пасфорты и так далее. Так называемая защита от дурака работает, когда ваш телефон потерялся, либо вы ненадолго оставили его на видном месте. Главное четко запомнить, что именно вы поставили на пароль. Близкие, понятные вам, еще раз повторю, цифры, знаки и прочие моменты, которые другим людям ни о чем не скажут. Потому что современные смартфоны, они все достаточно умные, а мы под их уровень не всегда, к сожалению, хотим подтянуться, потому что нам лень или некогда, или еще что-то. Поэтому считаем, что виноват смартфоны. Но вот не совсем такая ситуация. Все-таки, если мы хотим пользоваться современными средствами 21 века, то надо, в общем, свой какой-то уровень технически подтягивать под это дело. Однако пароль может стать наказанием, если попадет в руки к детям или друзьям, желающим пошалить. На ввод заветных цифр дается три попытки. И если все они исчерпаны, то телефон полностью блокируется. Помочь вернуть его к жизни помогут профессионалы. У большинства телефонов есть дополнительные, более сложные пароли, которые где-то там прописаны в документации. К телефону, например, да, то есть если где-то коробочка, есть документация, можно посмотреть. Во-вторых, есть сервисные центры, обслуживающие те или иные торговые марки, да, в которые можно обратиться. Чтобы избежать подобных проблем, блокировать можно не сам телефон, а конкретные приложения, документы или картинки, которые вы не хотели бы, чтобы увидели посторонние люди. В этом случае риск совсем остаться без устройства сводится к минимуму. Однако следует помнить, что все эти хитрости работают только если человек не хотел вам навредить. От умышленных и профессиональных действий такие меры не помогут. Крупные корпорации тратят миллионы, чтобы разработать комплексную защиту для безопасности финансовых операций и сохранения личных данных. И если вы не агент СРУ или президент, подумайте, нужна ли вам подобная секретность, лишь разжигающая интерес окружающих. Попробуйте просто поговорить с ними и понять, чем именно вызвано недоверие. Это лучше любых паролей защитит ваши гаджеты от проникновения.